доброго всем дня сегодня я заготавливаю грунт взяла с собой все необходимое еду на тележке продавать орешки но если серьезно то сегодня я буду заниматься просеиванием перегноя дорога извините за то что экран трясется но чтобы снять контент нужно что-то делать вот смотрите здесь у меня лежит моя куча перегноя вот так вот накрытая уже год она здесь у меня пролежала и покупала я этот перегной уже перепревшим мне сказали что он ну года два-три лежал ну он такой не особо рассыпчатый вот наверху конечно я беру рассыпчатый просею вот через этот ящичек он у меня здесь всегда остается вот сейчас этим я и буду заниматься и покажу как я это делаю все необходимое это у меня конечно же перчатки приобрела вот такую лопатку на вал берез широкая очень удобная лучше покороче была ручка ничего я справляюсь ведерко на всякий случай конечка обязательно я сидя все делаю и мешки куда я складываю просеянный перегной ну и конечно же сама тележка куда я не буду просеивать так раскрываю перегной ну вот здесь у меня есть уже разработанная дождем намочила сейчас я где-нибудь с другой стороны выберу фасудку это дырка и намокла намоченный его сложнее просеять через ящик лучше сухой здесь перешла на другое место тут более такой рассыпчатый садусь на скамеечку и вот таким вот он изнутри стоять долго не могу ножки болят да и незачем когда можно сделать что-то сидя рядом находится у меня куча кусок могу и песочка добавить мне это не требуется он у меня отдельно сделает вот такой рассыпчатый прекрасный тут перегной вернее когда наполняется телевка полная пересыпаю ее в мишку а отработку вот сюда ссыпаю она все равно потом сейчас переработается червями и то же самое будет рыхлый рассыпчатый перегной я продолжу работу и покажу куда я потом складываю мешки тележку наполнила вот таким рассыпчиком перегноем и и начинаем миски раскладывать миски беру вот такие полипропиленовые наполняю ну примерно наполовину чтобы мне не тяжело было нести его вернее нести укладывать все наполнил до половины беру проволочку и заматываю таком виде он будет находиться до момента смешивания буду смешивать его с песочком и торфом агробал мешок готов один ну вот мешки наполнены беру вниз легкость их до закидываю пол мешочка я поднять могу я вообще стараюсь никого не напрягать своей работой если работу могу выполнить однако сделают самостоятельно ну и теперь загрузила и везу на место здесь недалеко складываю эти мешки наполнены пришли вот здесь я складываю мешочки на хранение мешочки складирую вот здесь вот так вот кладу друг на друга распределяю поэтому наполняю не полностью чтобы можно было распределить так и они сплошня ложатся очень хорошо и тут же у меня рядом находится уже просеянный песок вот в этих ведерках вот буду зимой только брать и добавлять тут без камней вот он такой рассыпчатый мелкий промытый песочек все пригодится вот здесь у меня грунты мешки потом накрываю готово но кроме еще этих грунтов что я вот храню вот здесь вот только что показывала просеянные я еще закупила ну конечно же верховой торф без него не обойтись вот здесь он у меня под навесом агробалт взяла грабалт вот они синие по 250 литров взяла 10 штук два кислых взяла и вот это вот агро перлит вот это агробалт а это перлит по 160 литров взяла два мешка думаю хватит вот такое количество здоровые мешки каш тяжелые вот так что буду мешать вот эту вот просеянную землю и агробалт здесь все у меня рядышком складируется вот они мои просеянные навоз песок вот а вот здесь агробалт буду замешивать ну руками стало тяжеловато мешать и попросила сына кое-что купить не в помощь чтобы легче было замешивать грунты а у меня обновочка вчера сын ездил в леруа мерлен и купил мне бетономешалку для замешивания грунтов продается она в разобранном виде вот так даже вот этот вот бак и то он на две части разделен ну вот вечером будет собирать ну вот бетономешалка собрана грунты подготовлены в этом году я прям в ударе все закупила все приготовила теперь только осталось смешать как никогда в этом году готова к новому рассадному сезону опыт приходит с годами и напоследок еще хочу сказать о грунте который послужил уже все лето был в горшках вот питуньи на выброс тут у меня собираю все горшочки с растениями погибшими или еще какими то вот сюда в бак навоз я сюда не добавляю осенью потому что сейчас уже азотные не нужны и использовать этот отработанный грунт как многие блогеры его называют уже мертвым я его не буду по назначению как бы для рассады но пущу его во второй оборот при пересадке кустарников например вот я здесь пересаживаю сирени в больший объем росли они у меня в маленьких объемах вот уже корневая вот так вот выперла и нужно дать больше объем и вот я пересаживаю в семилитровые в пяти литровые горшки вот этот отработанный грунт после на летнего сезона он пригоден все составляющие здесь остались и торф верховой и перлит как бы ну грех выбрасывать это все-таки деньги тут попадается даже осмокот где-то вот поэтому все это идет во вторичную переработку вот если я весной такой грунт использую после того как он зимой полежал то я например высаживаю георгины сейчас я покажу вот эти георгины я выращиваю на отработанной прошлогодней земле она пышная заправляю весной органикой перегноем и вот так вот они буйствуют здоровая листва прекрасные цветы вот ну это и для продажи и для доращивания вот такие кусты огромные получаются прекрасных цветов ну на этой прекрасной ноте я заканчиваю свой ролик кому понравился ставьте лайки до новых встреч